Доброго времени! Делаю сейчас перекидные щеточки. Решил немного отснять творческого процесса. Четки делаю из гренадила, он же Blackwood. Звенья у нас в подушечке. Решил заснять немного того, как я скругляю звенья, поскольку видео у меня есть, но там видео ускоренное. А здесь хочу именно показать как оно есть. Покажу на примере одной половинки звена. Гренадил дерево это уже экзотика более дорогая. Так же самое как и бензотон тоже, только чуть дешевле. Поэтому здесь я иду по узору дерева, то есть финал такой сделал. И звенья складываю ровно в том порядке, как изначально была плашка вырезана. То есть, чтоб совпадал узор. Так же, чтоб и перевернулись звенья, не перепутать. Помечаю их сбоку рисочкой. То есть, чтоб когда звено сюда лошу, бывает оно перевернется, потом попробую угадать и подбирать узор. А так они у меня все помечены с одного края и четко в финальчике лежат. Так. Закрепку делаю на рейке. Рейка два гвоздя под ширину отверстий. На расстоянии одинаково насаживается. Я, конечно, ни у кого не видел такого способа, но как придумал сам изначально. Вполне себе удобный вариант. Некоторые породы экзотики, экзотических деревьев являются аллергенами. То есть, дыхательные пути, могут быть спазмы, как пишут, спазмы дыхательных путей, как пишут в интернете. Это, пожалуй, первое из деревьев, где я использую маску. Поскольку, да, в горле немного все-таки першит от него. От него и от первого дерева, из которого я сделал щетки когда-то, это был падук. От него также и першит в горле, и не только в горле. В общем, фокус чуть поближе. 120 наждачка, вернее, 150. И начинаем вкругление. Чтобы вы посмотрели, какой в реальности по времени занимает, сколько времени процесс. Да, можно, конечно, было бы, как другие, на наждаке скруглять. Это в разы быстрее. Так у меня уходит где-то день на то, чтобы только скруглить. То есть, дополнительно день уходит. Ну, мне такой вариант больше нравится вручную. Так, так покрасивее смотрится. Собственно, такие четкие и дороже стоят с скругленным звеном. Потому что больше времени уходит. Сверху смотрим, сошлись грани, то есть скругление. Полировки сверху длина уже не видно. Дальше нужно смотреть по краям, что у нас там по отверстиям идет. Ну-ка, еще поближе. Дальше у нас идет четырехсотая. Древесина плотная у гренадила. Почти как у Бена Сатона. Ну, чуть ниже. Девятьсот пятьдесят тысяча сто где-то на кубический метр по Бринюлю. Так, дальше у нас идет тысячная. Так, ну-ка. После тысячной, двухтысячная. Угу. Угу. Вот. Уже преобразилась. Но все это предварительная формовка. Дальше все это будет проходиться на кругах. Что у меня есть? Это трехтысячные. Потом пять тысяч, шесть тысяч и восьмерка. Восемь тысяч. Так, двухтысячные проходимся. Убираем мелкие царапки от 150-ой, чтоб не было видно. Ну и пройтись немного можно трехтысячной. Потому что, когда оно блестит хорошо, видно, где не проработано еще. Чтоб потом было меньше волокиты при обработке на кругах. Ну вот. Дерево, конечно, интересное очень. С виду черное, но все-таки в нем присутствуют коричневато-серые прожилки. Когда сделаю, в конце посмотрим под микроскопом, каково оно. Вот как смотрится. И это еще не финальная полировка. Это только предварительная. Ну вот, ползвена сделана. Оставать вторую половинку. И так еще вот сколько звеньев. Как все скруглю, на полировке уже на кругах продолжим. Звенья сформированы. Использую для шлифовки и полировки крокодильчик. Удобно держать. Покажу на одной стороне. Сейчас все не наждачками пройдемся. чисто вот эту сторону шлифаем. Троечка сейчас. Троечка. 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 Остываем. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше у нас пятерка идет по плану. 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 И вот что у нас получается. А дерево то оказалось не чисто черное. Не знаю видно или нет. Дальше у нас пятерка идет по плану. А вблизи сам узор дерева передает коричнево-серо-золотой оттенок. Переливается. Оно конечно плохо видно при таком белом освещении. А так сдалека здесь смотришь. Черный. Черный. Вот для конца видно. Вообще дерево класс. Засвеживаемся под пин. Поставим один пин на наконечник. На арте уже поставил. Попытаюсь заснять одним кадром. Времени просто занимает немало. Неохота видео растягивать. Так. Тут у меня пометка на сверле есть. Докуда сверлить. Рассверливаю тремя сверлами. Дерево смолянистое плотное. Сверлиться не хочет. Ну это я по первому пину. Вернее по первому наконечнику выводу. Сейчас достаю. Тут как не меняй обороты. И заточку сверла. Опа. Маслом забивается. Вернее смолой. Это сверло у меня по моему 1.6 идет. Или 1.5. Я им же сверлю. И в наконечниках здесь. Отверстия под нить. В самих звеньях миллиметровкой сверлю. И миллиметровую нить кордовую ставлю. Звенья как раз удобно там в притирочку стоят. На этой нитке. Не болтается туда-сюда. Аккуратно смотрится. Вот. Есть такое дело. Так. Сейчас будем более двухмиллиметровым рассверливать. Купил недавно такой вот гибкий вал. По отзывам писали конечно кто как. Кому приходил с люфтом. Кому без. Кому поломаны вообще. Ну думаю. Рискнул. Не впервой. Отдам 1300. Так отдам. Если не рабочий. Будет зато и запчасти. Но тем не менее пришел отлично отцентрованный. Так. Будем теперь сверлить. Рассверливать. Тут главное держать. Поплотнее. О. Все. Дальше. С первоначальной сверловки. Сверло не пошло. Так. Дальше. Кстати. Заказал я. Четырехмиллиметровую латунную трубку. Смотрю раз такая мода пошла на пины. Мозаичные. Так. А я пины мозаичные не хочу ставить слишком большого диаметра. Так что мне 4 миллиметра будет само то. Поэтому я решил попробовать самостоятельно делать. В принципе что-то пробовать. Попрактиковаться немного. Да. Все получится. Так что спорим будут с мозаичными пинами. Скорее всего. Как говорится. Но это не точно. Но будет. Так. А вот сейчас нужно будет держать покрепче. Поскольку может застрять. В чем я и говорю. Застряло. Залипает. В маслянистом дереве. Вернее не маслянистом. А смолянистом. О. Все. Так. Теперь нам надо будет. Опа. Подготовим пин. Немножко его. Остучим. Чтоб лучше. Ага. Заходил. У наконечника еще не финальная полировка. Это только до тысячной или трех тысячной я проходился. Перед тем как ставить пины на клей. Я еще прохожусь мастикой. Чтобы когда клей испачкается. Наконечник. Не впитывался в древесину. Его можно было стереть легче. А так вот. Вот. И вот. защитный экран мой отрезной дисточек вставлю от такого плана дисточки которые любят раскалываться при работе но как это ни странно заказ заказывал давно коробочку целую за 300 рублей из них поломалась в работе ни одного правда два поломались в процессе хранения случайно то упадет рукой зацепишь так при работе при работе еще не было случаев нагрелась ратунька хороший проводник тепла дальше доламываем поднимаем берем бархатный напильник подравниваем но конечно потом при обработке и обработке при обработке завалил при шлифовке на самом наконечнике когда будут стоять это все заровняется но тем не менее так клей супер клей гелевый на которой я и чутки клею тут нужно сама малость капелька поскольку пин входит очень плотно и клей не будет давать полностью посадить на место на всю его глубину будет его выдавливать немножко поэтому саму малость там принципе отверстие с запасом идет под клей отлично потом это зашлифовывается на напильники и на наждачках на кругах а 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 и Такие вот стекляшечки получились. Выходим на финишную прямую. Будем делать гравировку на расставке латунной. Четкие уже сами готовы. Будет что-то видно. Сделать нужно будет стихельком выгравировать простые узорчики. Вот так вот. О, вроде как видно. Так, с чего начнем? С этого края. Поехали. 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 Приблизительно штихелем потом оно програвируется ровнее. Так, ну а теперь начнем прорезать штихельком. Вернее пневмоштихелем. Если точнее сказать. Теперь надо со светом угадать. Потому что микроскоп публикует. Добавим здесь на него освещение. Приблизим вам, чтобы было видно. Прорезать когда штуки на lamps. Снимаемjar штуки марш. Смотрите продолжение в следующей серии. Да, когда показывал в прошлых видео в ускоренном темпе, когда я с микроскопа делал видео, оно кажется все так быстро, но на самом деле оно нифига не быстро. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Не нужно делать усилия никакого нажатия, иначе он зарываться будет глубже. Оно в принципе не повлияет никак на окончательный результат. Тут надо прорезать контуры узорчика простого нашего и убрать фон, немножко углубить. И смотря это будет уже покрасивее. Да. Да. Смотрите продолжение в следующей серии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 и это дело надо будет края тоже пройтись и 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 Ну и так далее. Так, ну дальше уже соберу, посмотрим, готовы. Результат. Давайте посмотрим на результат. Вот что у нас вышло. На деле они на самом деле намного темнее. Сейчас попробую подстроить камеру. Яркость. Чтобы совпадала с реальностью. Даже еще чуть-чуть. Вот, примерно. Даже еще темнее, чем сейчас показывает камера. Я ошибочно почему-то думал, что плотность древесины такая же, как и у дерева Эбен Сатон. Но ошибался. Точнее, перепутал. Сегодня посмотрел в интернете. У него плотность, оказывается, у Блэк Вуда 1100-1350. Оно плотнее, чем Эбен Сатон. Поэтому и в обработке было посложнее. А я когда обрабатывал, еще думал странно. Эбен обрабатывался легче, а этот сложнее. Вот какой лет проставочки. С гравировкой совсем другой вид. Цена, конечно, тоже. Сколько это время занимает? Мало. Так, давайте посмотрим, что я еще хотел показать по поводу твердости. Можно сказать, как Эбонит, да? Вот щетки из Эбонита. Да? Тут намного звонче. Действительно, как будто бы стекляшки. А вот щетки из Эбен Сатон. Простой вариант. Тоже, кстати, звонче, чем Эбонит. В общем, работа-то я доволен. Узор у нас по дереву, как видите, идет. Давайте взвешиваем, посмотрим вес. Кстати, я вчера их, когда доделал, даже не посмотрел, сколько у них вес вышел. Сколько вес ощущается. 40 грамм, нифига себе. Да. Вот вам и вот. Для примера возьмем четки из Эбонита. 34. 31. Вот вам и разница. Дерево хорошее, но, конечно, при обработке, не знаю, то ли это то, что совпало так, то, что были магнитные бури. Состояние такое было не очень. Вот это дерево. Не в обработанном состоянии. И вот такое вот оно становится. Тут, кстати, еще должно, по идее, хватить на четки с 5-миллиметровым взгляном толщиной. Здесь у нас шестерка. Давайте чуть-чуть покрутим их. Сильно крутить не буду. Для меня вес новый, непривычно. Это, пожалуй, самые такие увесистые четки, которые были у меня. Ну, помимо резных, инкрустации металлом. Да, вот по ощущениям, как Эбонит. Но в чем интерес, то, что теплые, когда берешь в руки. Потеплее, чем Эбонит. Что значит дерево. К концу месяца должна прийти стабилизированная карельская береза. Посмотрим, какие четки будут из стабилки. Наподобие, наверное, такие же звонки. Конечно, да. Казалось бы, дерево. И 4 дня работы. Утро до ночи. По ощущениям, конечно, оно того стоит. Боюсь их сильно раскручивать, поскольку жалко. Жалко крутить их. Оно всегда так, когда сделаешь новые четки. Особенно из новой древесины. Или материала. Да. Я, кстати, говорил, посмотрю через микроскоп. Не знаю, камера будет передавать. Но отчетливо видно цвет коричневато, золотистый. Вот на вот этих вот прожилках. Будет вот так вот добавить цвета. блестят. Четко видно коричневато, золотой цвет. Классно, конечно, смотрится. Вот. Вот. Вот отчетливо видно. Так что вот так. Вот вам и дерево. Если бы еще камера передавала цвета, так как они есть на самом деле на микроскопе. Ну и эти щетки у нас пойдут Александру Светлоград. Заодно и упакуем. Комплектацию кордовую нить, дополнительное звено и леска. Чтобы не поцарапались. Ну а точнее, пока будут на перекладных ехать, чтобы не потерлись от рук об друга. Наконечники. Наконечники. Светлоград. Ну а точнее, как под trying. Светлоград. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, завтра понедельник, если ничто не помешает, завтра они отправятся Ну а на этом все, всем спасибо за внимание, кто смотрел Всем пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok